всем привет давно мы с вами не виделись кто еще меня не знает меня зовут юлия и в этом видео я хочу вам рассказать про свой уход за волосами с чем я пользуюсь данный момент что мне нравится что не нравится об этом мы с вами поговорим конечно же в данный момент своей жизни я нахожусь в солнечной алании это турция и здесь конечно же солнце очень активное и волосам нужен ну очень хороший уход особенно таким как мои это сухие волосы естественно они требуют питания и ухода что-то я привезла с собой из питера что-то купила сегодня у нас погода такая не солнечная сегодня был дождь ночью и утром был дождь но вот сейчас уже слава богу дождя нет но пасмурно то есть но все-таки завтра уже будет зима здесь тоже и зима но она не такая как она как в россии здесь тепло хорошо и комфортно итак начнем очень хорошее средство которое я люблю вот такое ты сталевская эстель я рассказывала в предыдущих видео о нем действительно очень хорошее масло и вот видите его сколько использовал но не так много потому что у меня другие средства есть если бы конечно она у меня была единственная то я бы его уже наверное закончила использовала она классно пахнет апельсинкой я про него где-то вот здесь вот или вот здесь вот ставлю ссылочку она маслянистой текстуры все как принципе она масло но она знаете она легкая то есть действительно как тут написано драгоценное масло для волос от эстель она действительно вот прям вот не жирнит волосы она хорошо их увлажняет и она очень вкусно девочки пахнет каким-то таким апельсинчиком но чем-то цитрусовым прям такой запах просто ну вот хочется нюхать вот волосы после этого масла действительно вот прям такая интересная интересная штучка она не густое но она и не жидкая с него такая текстура и очень быстро впитывающийся ой как он вкусно пахнет она просто знаете апельсинчик какой-то грейпфрукт что-то еще интересно даже немножко есть аромат манго действительно классно масло оно естественно продается в россии здесь я его не видела но кто хочет легкий уход увлажнения волос кончиков можно в принципе на все волосы носить она абсолютно не жирнит волосы чем большой вот большой плюс просто она незаметно на волосах и и можно пользоваться один раз день два раза в день я им пользуюсь часто но другими средствами тоже часто поэтому она не так быстро у меня расходуется следующее то что мне тоже очень очень нравится очень бюджетная штука покупала в питере эйвен это магия гиалурона сыворотка заполнение 100 миллилитров бутылочка небольшая средства расходуется ну не очень экономично но она потрясающе дает такую плотность волосам я после мытья им пользуюсь и потом сушу волосы феном я постоянно сушу волосы феном потому что так получается что сейчас вечерами здесь довольно прохладно отопление как такового центрального в турции нет обогреваются люди кондиционерами или например есть плита который называется соба вот ей обогреваются она как обычный обогреватель стоит и вот вот это вот вот это единственное что вот соба и клема то есть кондиционер это единственное что есть при обогреве в турции в домах турции довольно прохладно зимой пол как вы видите у меня из плитки поэтому плитка она в общем холод держит поэтому нужны хорошие тапочки на платформе такой толстенькой и а конечно же обогрев и без того как чтобы не сушить волосы феном я не знаю это каким надо моржом быть но я не можешь я теплолюбивое существо поэтому я всегда пользуюсь феном каждый раз я пользуюсь феном и перед тем как пользоваться фен вот эту штучку наношу где-то наверное 45 нажатий она вот такое видите вот оно какое текстура у него довольно легкая густота волос это правда и в общем как бы давайте немножко волосы с добрым не пропадать лишь добру да как видите сейчас у меня цвет волос близки к натуральному на камере он немножко в рыжинку на самом деле он более сероватый но я с ним на снимаю при дневном свете и кажется что немножечко как бы волосы у меня в рыжинку на нет из бланда я уже месяца как два ушла и знаете в общем пока не жалею то есть этот цвет мне тоже очень нравится и немножко волосы стали получше и погуще следующее что я тоже привезла из петербурга вот такая прекрасная штука мне посоветовала подруга моя говорит попробуй действительно хорошая штука несомываемый кондиционер крем-спрей 15 в одном конечно тут но много чего по написано того что тут в общем и не подходит то есть но это не так прям вот нашу тут 15 я не знаю даже что тут 15 средств но пишется что там и укладкой кератин и разглаживание и увлажнение ой несмываемый крем-спрей для волосу в 15 направлениях придает послушность снижает пушистость волос да в общем он как бы снижает действительно пушистость его он не очень экономичный его у меня осталось где-то примерно вот столько брала я целую бутылку тут 250 миллилитров но его много надо в общем примерно вот столько осталось вот пользуюсь я им два месяца при том что у меня есть еще другие средства но это я тоже в общем как-то в общем использую но наверное следующий раз повторять я его не буду я лучше бы например повторила ну вот вот это моим волосам вот это больше нравится чем вот это вот этот крем он хорошо действительно держит укладку и он хорошо кончики так увлажняет пока волосы на влажноватые а потом получается когда они высыхают не все равно сухие но он мне а кстати вот больше подходит для того вот я на плойку закручиваю себе такую вот заёчку делаю вот он у меня как термозащита кстати написано что тоже термозащита стрmayıavian появление секущихся кончиков но это неправда он не предотвращает секущих сих кончиков появления потому что появление секущихся кончиков и если ваши волосы они склонны к секущимся кончикам ничего не предотвратит я по себе знаю потому что у меня есть такая склонность моих волос именно кончики ломаются у меня ломкость есть волос может это знаете защита литки все-таки мечта литка есть и может быть ну из-за этого по крайней мере эндокринолог мне говорил что ломкость ногтей и ломкость волос напрямую зависит от щитовидной железы но ничего страшного но ничего страшного я у меня у меня у меня как за эти в тик токи нормально все будет хорошо вот эту штуку попробуйте такая реклама это не реклама ребята нет не алина ничего не приплачивает попробуйте даже как термозащиту то есть если у вас плохо держится укладка вот эта штука неплохо подойдет то есть она действительно как-то вот на нее хорошо делать завивать утяжку она бюджетно о их по моему около 400 рублей я покупала она стоила около 400 рублей то ли скидка была то ли что ну вот что такое 380 390 я не был следующий вот то что мне не понравилось покажу это вот такое масло его покупала lcf в петербурге экстраординарное восстанавливающие восстанавливающие для поврежденных очень много про это масло я слышала хороших отзывов то есть прям вот она супер она увлажняет она питает она разглаживает она потрясающе пахнет единственное когда это купила масло причем она стоила около что-то в окей я покупала 500 500 с лишним рублей в принципе я считаю что это не дешево потому что для масла 100 миллилитров это ну как-то не совсем бюджетно мне она не подошло она очень сильно сушила мои волосы очень сильно причем написано что для сухих и восстанавливает секущие секущиеся кончики конечно секущиеся я говорю ничего не восстановит только ножницы вот прямо я чувствовала что мои волосы становились как солома после этого масла мне это не нравилось я где-то вот столько его использовала и потом я просто его девочки вылила и сюда налила обычное оливковое масло чистейшие то есть extra virgin приобретала в турции и вот просто его налила это масло я использую и для волос и руки бывают увлажняя кожа немножко сохнет то есть отлично подходит и просто вот оливковое масло кто хочет усложнить волосы тоже как вариант и в общем натуральная да вот она клава и волосы реально стали после него как солома жесткая и сухая нет я говорю ему нет следующие три средства которые покажу я покупала в турции это вот такое масло оно довольно экономичная но где-то наверно за полтора месяца я вот столько масло в чистом виде она написано содержит кератин другие масла разные тут я не все понимаю по-турецки но вот и кератин я сразу поняла и в общем продавец очень хвалил это масло мне обошлось 300 рублей на наши деньги в общем здесь 150 а прошу прощения 125 миллилитров а она так как она натуральная она довольно сильно ожирнит волосы то есть мои сухие волосы превращаются в сосульки сосульки такие мне не таких сейчас конечно в другие сосульки просто видно что как бы они как будто бы ну как не свежие поэтому это масло я использую только один раз после мытья когда моим волосы влажные я их помою чуть-чуть подсушу и потом вот это масло наношу несколько нажатий так хап 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 и жам 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 и сушу феном кстати тоже на него неплохо держится укладка мне нравится то есть такое масло пахнет она средней приятности конечно но без всяких романтических одушек ну потому что она натурально но кто хочет немножечко увлажнить волос она действительно увлажняет она делает кончики мягче а возможно от него перек ну поменьше будут волосы сечься попробуйте если увидите вот это масло кто хочет именно от сухости волос избавиться увлажняет неплохо но нужно один раз а если вы моете например голову довольно часто примеру каждый день она вообще будет супер или через день вот я свои сухие волосы мой раз три дня и в общем раз три дня нашу вот это натуральное маслечко так следующее следующее я купила тоже здесь потому что у нас в россии я такое покупала мне не понравилось сейчас я купила этот кондиционер от глискур он двухфазные вот еще спал того но там есть масло и знаете в питере когда покупала мне он не нравился то есть он какой-то волосы жесткие дел а тут увидела распродажу и думаю попробую к я сравню в качестве в питере и в турции как она будет и знаете она лучше намного и у него потрясающий просто запах такого какого-то парфюма да он потрясающе пахнет каким-то дорогим парфюмом чем-то напоминает знаете giordani gold из oriflame вот что-то тут есть такой аромат пачули я его хорошо знаю потому что giordani мне не нравился никогда но при всем при этом вот это что-то напоминает но при этом как-то не такой как вот резкий вот сразу понюхал думаю giordani gold похож giordani giordani может быть неправильно говорю но кто знает oriflame тот понял о чем я говорю это как спрей тоже я его использую довольно часто практически ежедневно я его использую и на сухие и на мокрые и на влажные на любые волосы на всю длину на моих волосах он сохраняется довольно долго и вот тут буквально несколько дней назад я именно душилась она душила волосы да мне спросили а что это тякаешь из духе ну ничего хорошее средство там содержится масло и какое-то кондиционирующее средство не знаю но в общем именно в турции мне нравится в питере в россии нет не понравилось здесь кто будет если девочки хотите попробовать в общем штука такая достойная от шварцкопов и последнее средство которое хочу вам показать тоже приобреталась на территории турции для такая марка есть у них editor называется такая красивая оранжевая бутылочка я вот люблю такие вот оранжевые бутылочки это тоже спрей тут написано что это экспресс какое-то средство мне нужно было я пошла купила первое собственно попавшиеся я не знала будет она хорошего качества или она будет я решила его приобрести не знала какого будет качество пришла в магазин и первое попавшееся средство я решила купить знаете не ошибаюсь 210 миллилитров такая бутылочка солидная она тоже двухфазная я его вот так встряхиваю у него такое мелкое распыление и там какие-то тоже масло содержится в общем она пахнет так как-то такой какой-то мягкая душка я не могу сказать какое какая душка по запаху ну что то есть карамельная что то есть какое-то цветочное но запах очень приятный очень приятный и вот это средство когда у меня закончится его примерно вот столько осталось в принципе я еще половинку только израсходовал я его наверное авторю он мягче делает мои волосы вот даже сейчас я их попрыскала и знаете немножечко стало мягче поэтому средство достойное масло содержится кто будет турции очень рекомендую попробовать цена 150 рублей по скидке но если без скидки где-то там 200 с чем-то 150 рублей за такую штуку это вообще по средству просто классная поэтому присмотритесь если будете здесь захотите сухие волосы например если у вас увлажнить немножечко да она смягчает прям приятно так волосам становится дорогие это был весь обзор на сегодня средств которые я использую в турции вот все что я использую я вам показываю это входит в мой ежедневный арсенал каждый день я мажу концы не знаю как там что будет но вроде бы как немножечко когда я ушла из блонда мои волосы стали лучшего качества вот спасибо большое немножко распушилась спасибо большое что зашли на мой канал пожалуйста поддержите меня лайком подпишитесь на мой канал я буду стараться для вас очень долго я не выходила в эфир но просто у меня были дела там то одно то другое как то вот ну просто хочется тему какую-то интересную да я просто не знаю что вам интересно вы не пишете что про что снять вот могу я могу все снимать но мне нужно знать что вам будет интересно смотреть могу снять косметику которую я взяла с собой в турцию если вам это будет интересно пожалуйста напишите в комментариях я конечно же сниму данное видео еще раз благодарю что зашли на мой канал с вами мы увидимся в следующем видео благодарю за просмотр всем пока пока